Стали известны новые подробности о женщине, погибшей во время пожара на Мурманской нефтебазе во вторник 21 января. Накануне спасатели достали тело погибшей женщины со дна горевшего резервуара. Подробности происшествия у Виталия Шувалова. Когда поступила информация о том, что при пожаре пропала сотрудник, женщина 35 лет, после тушения ее стали искать на самой территории нефтебазы. На месте работали кинологи с собакой. Обнаружили тело позже, на дне сгоревшего резервуара. Вытащить погибшую через технологическое отверстие не получилось. И тогда было принято решение поднять тело через верх резервуара. Погибшая Наталья Петрова 35 лет. У нее осталось двое детей. Сын 15 лет и дочка 4 года. В интернете идет сбор средств на похороны. Опускалась веревка, акья, это альпинистские носилки. Тело укладывалось в них и при помощи веревок поднималось наверх. Снизу находились газоспасатели, которые проникли через технологическое отверстие. И, соответственно, закрепляли тело. Тело почти не обгорело. По неофициальной информации, в момент возгорания погибшая находилась на крыше резервуара. От вспышки часть ее обвалилась, и женщина упала внутрь. В цистерне находилось вещество БГС. Бензин газовый стабильный. Полуфабрикат, который используют при изготовлении высокооктанового бензина. Вещество опаснее, чем обычное топливо. По неофициальной информации, предварительных версий случившегося две. Причиной возгорания мог послужить, например, мобильный телефон. Известно, что незадолго до начала пожара женщине звонили. Также причиной катастрофы мог быть неисправный клапан. И возгорание произошло из-за большой разницы температур, когда внутрь поступил кислород. Расследованием занимаются правоохранительные органы. Виталий Шувалов, Антон Батаев, Александр Агуров, телекомпания «Арктик-ТВ». Виталий Шувалов, Антон Батаев, Александр Агуров, телекомпания «Арктик-ТВ».